Здравствуйте! В эфире большое интервью с почетным гражданином города Одессы и Одесской области, лидером Украинской морской партии Сергеем Киваловым. Сергей Васильевич, приветствую вас! Здравствуйте! Встречаемся в такой светлой обстановке и хотелось бы начать нашу продолжительную, продуктивную беседу, именно с такого чего-то светлого, позитивного. Хотелось бы вас поздравить! Здесь Международная академическая школа официально открыта, освящена митрополитом Киевским, всея Украины, Ануфрием. Расскажите об этом событии, которое не так давно произошло, событие историческое, важнейшее для всего города. Действительно, это историческое событие связано с тем, что митрополит Киевский, всея Украины, блаженнейший Ануфрий, прибыл в Одессу на открытие Международной академической школы, освящение этой школы и, естественно, что освящение храма Иоанна Богослова. Это историческое событие не только для Одессы, вообще для всей Украины, для всех православных. Последние годы у нас не было открытия такого комплекса, такого ансамбля и вообще освящения храма. Это событие имеет общегосударственное значение. Вы знаете, для нас это очень важно, потому что оппоненты говорили, что эта школа построена с нарушением каких-то канонов или придумывали все, что угодно. Вы знаете, всегда нужно иметь силу, чтобы порадоваться тому или иному событию, которое происходит в городе и в стране. И вы знаете, у нас сложилось в последнее время, особенно в нашем городе, все то, что ничего не сделано, вот со стороны наших оппонентов, со стороны мэра города. Вот за последние несколько лет ничего практически не было сделано в городе. Мы вернемся к этому разговору, но сегодня о хорошем. Я считаю, что то, что произошло в нашем городе, в Международной Академической Школе, это событие, которое останется на многие-многие десятилетия. Почему? Потому что, ну, не всегда приезжает митрополит Киевский всея Украины в Одессу по такому поводу. Я последний раз помню это освящение храма святой мученицы Татьяны. Мы построили более десяти лет назад храм святой мученицы Татьяны. И покойный Владимир, митрополит Киевский всея Украины, приезжал и освящал этот храм. И вот сегодня это событие уже связано с митрополитом Ануфрием. Он совместно с митрополитом Одесским Измаильским Агафангелом осветили храм и школу. Вы знаете, ну, я думаю, что абсолютное большинство одесситов, и мы это точно знаем, восприняли это как историческое событие, как праздник настоящий. Ну, вы знаете, у наших оппонентов не хватило силы и мужества прийти и порадоваться именно этому. Мы же построили для всех жителей нашего города. Мы это сделали и показывали на протяжении шести лет, что мы делали. А начало строительства было очень сложным. Сложным, потому что не хотели строить и не хотели выделять землю под строительство общеобразовательной школы, то есть школы, международная академическая школа. Не хотели, потому что там должны были построить очередные высотки, казино, рестораны на межрейсовой базе моряков. А мы сказали, при поддержке Украинской морской партии мы все-таки завершили строительство. Я вот вспоминаю сегодня и благодарен митрополиту Одесскому-Измаильскому Агафангелу, потому что именно он на каждом этапе строительства освещал эти действия. Я помню, как сегодня, когда мы поднимали крест. И вы знаете, много было разговоров до этого, пытались остановить стройку. Так как только подняли крест и установили его, ну, меньше нападок стало. Я, как сегодня помню, митрополит Одесский-Измаильский Агафангел освещал события, связанные с тем, когда мы устанавливали колокола, когда храм заговорил. И вы знаете, вот эти все этапы и десятки еще разных таких событий, ну, ежегодно митрополит Одесский-Измаильский оказывал поддержку, духовную поддержку нашей будущей школы. Я горжусь таким проектом, как и десятки тысяч одесситов, искренне радуют и гордятся, что мы это сделали. Первое, знаете, что спросил митрополит Ануфрий? Он поворачивается ко мне, когда мы шли, и говорит, «А здесь было какое-то здание, вы его реконструкцию сделали?» Я говорю, нет, здесь была чистая площадка, и мы начинали строиться с фундамента. Но этот вопрос был такой глубокий, потому что за шесть лет построить такой комплекс, ну, это подвиг, трудовой подвиг, я вам хочу сказать, коллег моих единомышленников, которые пошли через этот путь, которые прошли через этот сложный путь. Вы помните, что было шесть лет назад в Киеве и в Одессе и создавали проблемы, и ни в коем случае, чтобы никто не построил здесь, они были зациклены на том, чтобы здесь появились очередные высотки. Но, начиная, это было сложное время и политическое, и экономическое, особенно то, что касается экономики, практически все остановилось тогда, но мы верили и заложили храм, и заложили строительство школы, есть исторические такие очень интересные сюжеты, когда все это происходило. Мы шли уверенно и говорим, что мы построим для нашего города вот такую школу, школу будущего. Последний год, вот особенно 20-й год, начиная там с января месяца, сложности было. Тут еще добавилась проблема, связанная с коронавирусом. Строители остановились, соблюдали меры безопасности. Мы на стройке до 300 человек было. Вот вы знаете, я вспоминаю февраль, март особенно, апрель, когда мы приступили к отделке самой школы, когда приступили к отделке непосредственно и храма Иоанна Богослова. И оно, вы знаете, нам придавало больше уверенности. Мы знали, что нужно завершить строительство. Если бы мы остановили на какой-то период, допустим, на месяц, на полтора, как многие строители это делали, мы бы не смогли завершить строительство комплекса. В этот комплекс ходят не только храм Иоанна Богослова и Сергия Радонежского, в этот комплекс ходят и концертный зал, и спортивный зал, и два бассейна, и огромный спортивный зал, который расположен на третьем этаже. И, вы знаете, в целом вся школа, она оборудована по последним технологиям. И строительные материалы применялись самые лучшие, чтобы они экологически чистые были, долговечными были. Вы знаете, мы делали это с любовью. Мы знали, что это будет лучшая школа не только в Одессе и в Украине. Я ее видел, эту школу, какая она будет. Архитектурно она была хорошо вписана в Одессу. Вот такой стиль у нас греческий, итальянский стиль, он связан именно с архитектурным таким видением. И я благодарен сегодня и строительной академии, которые оказывали на первом этапе свое видение, что они видели. Молодые люди, это и аспиранты, и студенты старших курсов, выполняли дипломные и курсовые работы на тему, как они видят строительство школы, школы будущего. И вот они подтолкнули и выполнили, около ста работ было. И мы из ста работ выбрали самую лучшую. И я ее видел от начала до конца, как она должна выглядеть. И вы знаете, смогли мы реализовать от визуализации, которые вышли из стен строительной академии, до сегодняшнего дня, где сегодня завершилось строительство и школы, и храма Иоанна Богослова. Я думаю, что еще на протяжении многих десятилетий она будет являться примером. Мы ведь в каждый класс, я подчеркиваю, оборудовали интерактивными дисплеями. То есть это и сама подготовка абсолютно новая. Вот в каждом классе, если изучают предмет биология, там, ну, есть целая программа. Изучается предмет математики, целая программа по изучению, как лучше усвоить математику. Обязательные дисциплины, которые мы заранее предусматривали, что это шахматы и бассейн. Мне очень понравились слова президента нашей страны, который говорит, что в перспективе в каждой школе должен быть бассейн. А тут два. А здесь мы построили два. И два построили, потому что в большом бассейне на шесть дорожек дети с первого по третий класс не могут плавать. Для них должен отдельный бассейн быть, и глубина более 70 сантиметров. Мы это все тоже предусмотрели. В самый последний момент переделывали проект. Сделали специальное оборудование, покупали для одного бассейна и для другого бассейна. Мы это выполняли с тем, чтобы, ну, дети имели возможность усваивать те материалы, которые сегодня необходимы. Сегодня подход совсем другой. Вы знаете, мне настолько приятно то, что сегодня у нас есть директор школы, а есть и заместитель директора по духовному воспитанию школьников. А это настоятель храма Иоанна Богослова, отец Сергий. И вы знаете, вот сочетание духовных дисциплин с сочетанием то, что цивильная школа. Я все это прекрасно знаю, и как юрист, что государство отделено от церкви. Государство не должно быть отделяться от народа. И поэтому мы в рамках разумного, с разрешения родителей, они изучают и этику христианскую, они изучают и дисциплины, связанные там с историей христианства и так далее. Самое важное, что дети это хорошо воспринимают. Самое важное, что они это с удовольствием делают. Не было у нас ни одного случая, чтобы родитель кто-то сказал, вы знаете, мы не хотим, чтобы изучали здесь христианскую этику. Вот сколько детей есть, они все изучают. Нельзя навязывать. Вот мы говорим по желанию. То же самое это касается изучения начальной школы на каком языке. Мы единственная школа, оказывается, в Одессе, где 100% детей будут изучать все предметы, начальные предметы начальной школы на русском языке. Я подчеркиваю 100%. Все родители написали свое согласие и дали такое согласие. Знаете, вот необычная школа. Я очень хочу, чтобы в этой школе изучались предметы такие, особенно классическая литература. Они должны знать, кто такой Толстой, Пушкин, Есенин, да многие-многие другие, потому что сегодня в школе это не изучают. Мы идем на опережение. Я думаю, что мы вернемся именно к этому. Почему в Европе изучают русскую литературу, а в Одессе город-герой? Ну, в программах этого нет. Это иностранная литература, да? Это родная нам русская литература. И мы выросли на этой литературе. Я думаю, что все, что связано сегодня с учебным процессом, еще оценят через многие-многие годы. Мы хотим, чтобы выпускники школы были высокообразованные люди, чтобы они знали классику и европейскую литературу, и русскую литературу, и украинскую литературу. Мы же не отказываемся от украинского языка. Мы просто хотим, чтобы люди, которые учатся в этой школе, они знали все. И упор делаем и обязательные дисциплины, которые мы ввели. Я считаю, что это тоже очень важно. Духовность, чтобы они, помимо того, что они получают хорошие знания в школе, чтобы они еще знали, что такое духовность, что такое религия. Вы знаете, нет такого учебного плана в других школах, а у нас есть. Мы соблюдаем все законодательство и те рекомендации, которые идут из Министерства образования и науки Украины. Есть рекомендации, но мы его корректируем. Корректируем, потому что я хочу, чтобы дети, которые учатся в нашей международной академической школе, они были и духовно обогащены, и физически здоровы, и знали хорошо те предметы, которые будут преподаваться в нашей школе. Самое радостное и самое светлое, то, что есть, это все-таки то, что оценили тот труд, который был вложен сотнями, тысячами людей, которые находились на передовой и строили этот целый комплекс, комплекс, который сегодня украшает нашу Одессу, комплекс, который позволит нам готовить хороших специалистов. И оценили все это жители нашего города. И митрополит Киевский, и всея Украины Ануфрий, совместно с митрополитом Одесским и Измаильским, они осветили эту школу, я подчеркиваю, и в целом храм Иоанна Богослова. Сергей Васильевич, даже говоря о таком положительном, позитивном во всех смыслах событии, вы упоминали слово «оппоненты», «оппоненты». Переходим к менее приятной части о деятельности оппонентов. Что вы почувствовали, когда пару недель назад, не без участия ваших оппонентов, лидера рейтинга в Украинскую морскую партию буквально снимают с избирательной гонки? Событие, конечно, было без ряда вон, но два суда восстановили законность, восстановили справедливость, но поначалу были одни вопросы. Я вам хочу сказать, как и любой, наверное, руководитель той или иной политической силы, конечно, был обескуражен, потому что за многие годы здесь, в Одессе, я пережил и участвовал в выборах и районных советов, в выборах городской совет и в выборах Верховную Раду. Но такого беспредела, которое допустила городская избирательная комиссия, никогда не было. И об этом все сегодня говорят. И сегодня беспредельное то решение, которое было принято городской избирательной комиссией, которая курировала непосредственно руководителя этой комиссии, как мне сказали, и мы знаем хорошо, она просто приехала сюда на заработки, по-другому нельзя объяснить ее поведение, потому что она приехала из другого города. Просто нет. Она даже в беседе с коллегами нашими говорила, я уже 12-й раз принимаю участие в выборах. Это чистый бизнес, которые приехали сюда, в Одессу, для того, чтобы заработать. Но я понимаю, заработать можно как юрист, как адвокат. Но когда идти по беспределу и снимать политическую силу, которая сегодня по всем социологическим опросам является впереди и является лидером этой гонки, но это кощунство. И знаете, все это связано с одним человеком и с одной политической силой. Это Геннадий Труханов позволил себе от многих политических сил сформировать городскую избирательную комиссию. Об этом практически все сегодня знают. Это подходит мне, значит, она будет участвовать, комиссия регистрирует. Доверяя делам, она подходит, потому что это его политическая сила. Но самое интересное, что они подают вечером, а на следующий день они уже получают разрешение на участие в выборах. Если мы подали, нам тянули до последнего часа пять дней, а потом в конце сказали, что неправильно оформлены документы. Я не хочу вдаваться в какие-то подробности, просто суд и первой инстанции, и второй инстанции сделал заявление. И не только заявление, там написано в самом решении. Городская избирательная комиссия допустила грубое нарушение действующего законодательства и Конституции, и избирательного кодекса, и другие законы и инструкции, которые спускает Центральная избирательная комиссия. Если суд в первой и во второй инстанции говорит, что вы нарушили закон, они цинично до этого говорили, что, вы знаете, юристы неправильно составили. Как раз юристы Украинской морской партии все сделали правильно. Они вот таким способом выбили почти неделю для того, чтобы мы не занимались и не ходили и не общались с избирателями нашего города, а отбивались юридически от тех нападок, которые устроил сам непосредственно посредственно мэр Труханов вместе с «Доверяй дела». Ну, смотрите, все люди возмущаются, что никогда за всю историю нашего города не было такого беспредела. Сформировать под себя комиссию, еще настолько цинично относиться к этому своих руководителей муниципальных служб от той или иной политической силы назначают в руководство городской избирательной комиссии. Ну, вы знаете, такого не было. Но они допускают такое, что, ну, я думаю, что будут серьезные последствия. Серьезные последствия будут разбираться правоохранительные органы. Но нельзя, допустим, проходить мимо то, что сегодня заявил комитет избирателей Украины и комитет избирателей Одесской области. Они заявили, что Геннадий Труханов вместе с «Доверяй делам» перечисляют материальную помощь. Вместе с этой материальной помощью дают наглядную агитацию мэра, наглядную агитацию «Доверяй делам», маски, где все написано. Вы знаете, 13 миллионов гривен с нашего бюджета возьмите со своего кармана. И то это преступление. Вы знаете, такого циничного я еще никогда не видел и не встречался. Брать бюджетные средства, которые заработаны нашими жителями города, и пускать их на подкуп избирателей, такого никогда не было. И мы, знаете, мы зафиксировали это. Мы будем подавать в суд для того, чтобы те, кто этим занимался, понесли уголовную ответственность. Я подчеркиваю, не административную, а уголовную ответственность. Как это можно себе позволить из бюджета взять деньги и сказать, что это мы? Знаете, будет расследовано тщательно. Они думают, что после окончания выборов жизнь заканчивается. Я только не могу понять психологию людей, психологию тех, кто идет «Доверяй делам». Я не могу понять психологию, мне тяжело, вернее, понять. Они думают, что это все пройдет безнаказанно. Я, знаете, многое видел. Но такого кощунства, такого беспредела, который допускает сегодня мэр вместе с «Доверяй делам», я, честно говоря, не встречал. У нас еще не было. Это первое. Видимо, наверное, думают, что или одно уголовное дело, или два, или десять. Какая разница? Победителей не судят. Победителей судят. Если он допускает такие серьезные нарушения, будут привлечены к ответственности. Санкция за эти преступления огромная. Я понимаю, что сегодня политическая партия «Слуга народа» не знает никаких шероховатостей. Она вовремя зарегистрирована, она идет. Он не трогает политическую силу, потому что в Одессе знают, что часть его приближенных сегодня от мэра они находятся и в списках политической силы «Доверяй делам». Но во всяком случае так рассказывают мне и конкретно показывают. И те люди, которые с ним работали, и те люди, которые с ним общаются, с мэром города, они идут от той и от той политической силы. И для того, чтобы сформировать нужное большинство в городском совете. При таком отношении вряд ли он станет мэром. Люди все видят, и нельзя обмануть их, потому что за последнее время что он сделал в городе? Ну, ничего не сделано. Возможности есть, и бюджет приличный. У города и у мэра огромные возможности. Бюджет сегодня 10 миллиардов. Плюс кредит, который взяли из всех городов Украины. Наибольшая кредита взяла именно Одесса. Ни Харьков, ни Киев, ни Днепропетровск. Одесса. Для того, чтобы, наверное, использовать часть этих денег на выборах в местные советы и выборах мэра города. Многие знают, вы думаете, что это скрыть? Да, их, те, кто члены команды, они все тоже рассказывают. И нам рассказывают. Они сами, часть из них, возмущены то, что происходит сегодня. Посмотрите, они за 6 лет ничего не сделали. А теперь они говорят, а мы будем делать. Мы видели, как они уже делают. 6 лет назад один мэр, второй мэр открывали бюветы. Они знали, что есть такая проблема. За 6 лет ни одного бювета не открыто. Открыли только мы. Но мы открыли эти бюветы для граждан. Но возможности мэра и возможности доверяя делам значительно отличаются от наших. Мы открываем это за счет собственных средств. Тех средств, которым мы заработали. Это равносильно, что с кармана достали, я условно говорю, и построили для всех жителей. Рядом с храмом святой мученицы Татьяны. Мы открыли бювет, он сегодня работает. В прошлом году открыли академическое 30 еще бювет. Осветил его митрополит Одесский-Измаильский Агафангел. Мы открыли на 8-й станции еще один бювет. То есть три бювета мы открыли. И мы же не берем с бюджета деньги. И не просим, дайте нам деньги, а мы построим. Но, знаете, можно было и так. Во-первых, это несправедливо. Я считаю, что городская программа питьевой воды завалена полностью. Есть даже те бюветы, которые существуют, в парках они стоят. Так там и не обслуживают их. Вода с таким запахом. Если ты построил, ты должен обязательно ухаживать за этим. Мы говорим, что Украинская морская партия идет с программой «Зеленый город». Мы опробировали это на нашем университете. Зеленый университет. Мы высадили более 20 тысяч деревьев и кустов на 8-й станции Большого фонтана. Чтобы не появились очередные высотки. Потому что уже запланированы 27-этажные дома. И я видел лично сам проект. Мы высадили там деревья. Сделали набережную. Свалка, обыкновенная свалка и строительных материалов, и бытовых отходов. На набережной, вот где есть, мы вывезли почти 400 камазов мусора. И даже когда начали вывозить мусор, тут с ЖЭКа пришли. На каком основании вы вывозите мусор? Вы знаете, для них это, видимо, место было предназначено для другого. Но мы сделали набережную. И сегодня излюбленное место. Больше того, мы провели реконструкцию полностью. Сделали укрепительные сооружения, конструкции специальные. Больше того, мы провели систему орошения, чтобы зелено было там. Мы взяли та вода, которая стекает сегодня в море. Мы поставили насос и качаем. Почему у нас в том районе самая зеленая зона? Потому что мы берем эту воду и предлагали эту программу и городу. И поливаем все. Платим только за электричество, потому что насосы качает. Но это в сотни раз дешевле, чем покупать воду с водоканала. Ну, естественно, что там питьевая вода. А здесь я предлагал и эту программу. Не реагирует. Больше того, мы провели энергетический аудит, когда рассматривали вопросы, связанные с солнечными коллекторами. Вот показали для всего города. В прошлом году и в позапрошлом мы приступили и постепенно начали устанавливать. Девять общежитий. У нас во всех девяти общежитиях есть солнечные коллектора. Мы забыли, что такое проблема горячей воды. Мы показали. Вот смотрите. За два года окупаются солнечные коллектора. Установили в общежитиях. Они работают сегодня. Давайте в городе постепенно начнем. Мы тоже будем устанавливать солнечные коллектора. Я вам хочу сказать честно. Я даже пригласил Енадия Труханова на установку в общежитии, которое на солнечной. Мы пригласили его. Мы поднялись с ним на крышу. Я говорю, вот смотрите. 12 солнечных коллекторов. Они окупаются через два, два с половиной года. Тариф в три раза меньше, чем тариф сегодня платится за горячую воду. Мы давайте из бюджета, мы же это сделали, я подчеркиваю, за свои деньги, за деньги университета, которым мы заработали. Это не из бюджета страны, а мы за свои деньги в нашем общежитии сделали. И показываем. И приходил какой-то инженер, и какие-то службы. Посмотрели. Прошло два года или полтора года. И ВОЗ, и ныне там. Не хотят. Дело в том, что это экономически очень выгодно для жителей города. Для каждого одессита поставили на девятиэтажном доме. На хрущевке, пятиэтажном доме. Оно сразу дает эффект. Эта программа, можно было бы ее реализовать. И мы настолько были уверены, что этот процесс пойдет в нашем городе. Им не интересно. Не интересно, чтобы коммунальные услуги у наших жителей были значительно дешевле. 290 дней солнечных, дней в Одессе. Это природа создала нам такой город. Так давайте используем солнечные коллектора, солнечную энергию. Больше того, узнал то, что мы установили. Даже в Европе знает. Депутат Европарламента. Приехал и говорит, я реально хочу. Неужели в Одессе смогли сделать и реализовать ту программу, которую европейцы нам рекомендуют? Поднялась депутат Европарламента. Посмотрела, обследовала все. Посмотрела все материалы. Она была удивлена. Она приятно была удивлена, что наш университет выполняет эту программу. Зеленый университет. Ну вот конкретно. Я же не говорю какие-то теоретические вопросы, которые сегодня возникают. Многие сегодня кандидаты в мэры города говорят, что нужно сделать. А как? Ну, не могут показать. А мы показываем, что мы можем сделать. Ну вот посмотрите на наши территории. У нас везде порядок. Как в Международном гуманитарном университете, так и в Национальном университете юридической академии. Мы убираем, вовремя вывозим мусор. Мы ремонтируем фасад. Мы ремонтируем здание, сооружение. Белим, красим. Но этим нужно заниматься. Я вот вам хочу сказать, что за годы независимости мы создали Национальный университет, юридическая академия. Мы создали Международный гуманитарный университет. Колледжи, медицинский, экономический колледж, юридический колледж. Где после девятого класса дети идут и занимаются. У нас есть и ПТУ, как социальный проект. Но мы же обслуживаем свои территории. И у нас везде идеальный порядок. Ну вот любой может зайти и посмотреть. Потому что есть люди, есть команда, которая занимается именно этим. Мы создали 2500 рабочих мест только в Национальном университете и юридической академии. Международный гуманитарный университет вместе с колледжами практически еще 1000 рабочих мест. Мы заботимся не только, думаем о социальном проекте для наших пожилых людей, но и для среднего класса. А это рабочие места. Президент Украины говорит, реально, если создается 10 мест, то это событие. Мы построили храм святой мученицы Татьяны даже для церковных деятелей. Пять человек сегодня только там работают священнослужители. Мы создали университет. Вот сегодня есть спортивные комплексы. Мы построили 20 стадионов и спортивных площадок. Мы построили 20 спортивных сооружений. И это же все обслуживать нужно. Если бы мы не построили спортивные площадки и стадионы в городе, мы не смогли бы проводить разные соревнования. Одесса же стремится и говорит, мы спортивная столица. Все на наших площадках, которые мы построили за свои средства. Я подчеркиваю, за свои. Заработали и построили. И смотрите, у нас чемпионаты области на наших спортивных площадках. Я не говорю уже чемпионаты Украины только на наших площадках. Чемпионаты Европы и мира мы принимаем здесь, в Одессе, тем самым создаем славу нашего города. Мы показываем, что у нас хорошая спортивная инфраструктура, которая построена при поддержке Украинской морской партии. Я хочу донести до жителей нашего города, что город, мэр Геннадий Труханов, к великому сожалению, ничего не построил. Я подчеркиваю, ничего. Построить школьную, какую-то одну площадку, застелить ее искусственной травой, это не стадион. А вот то, что монументально создано, которая, кстати, программа была, в том числе и «Доверяй делам», и говорили, что мы построим стадион. Хоть бы визуализацию показали. И перед выборами начинает раскручивать. Вот мы сделали это, сделали. Ничего не сделали. Я не преувеличиваю. Я все понимаю, что мои слова подтверждаются теми делами, которые мы сделали. Вот придите и посмотрите. Один стадион, на восьмой станции. Открытый стадион, закрытый стадион. Кстати, сам мэр Труханов в прошлом году приходил, открывал и говорил, что у нас в городе такого нет. Мы же показываем своим примером, что мы можем это делать, но у нас возможности значительно меньше, чем возможности у мэра. Но мы придем своей командой. Если мы за свои деньги смогли привлечь денежные средства, мы и будем привлекать денежные средства. И, естественно, с бюджета они пойдут на развитие инфраструктуры нашего города. Мы не можем по-другому поступить. Вот на Пионерской у нас коллапс. Мы видим, что есть серьезная проблема. Как мы разрешили? Мы быстро построили парковку. Парковку огромную, почти на 200 машин. Убираем с академической транспорт. И бесплатно на этом этапе, для того, чтобы людей привлечь, чтобы они прошли там 150-200 метров и поставили на бесплатную парковку, это для нас очень важно. Но мы построили, мы действительно делаем и для жителей, и для студентов и сотрудников. Даешь разрешение на строительство жилого дома. Садик, школа, парковка в обязательном порядке. Не можешь ты дать разрешение на строительство там 30-этажного дома без парковки. Не можешь ты дать разрешение подписать документы без того, чтобы построили элементарно какую-то поликлинику, построили элементарно детский садик, школу. Ну это же административный ресурс, который должен быть направлен именно к тем строителям. А те строители говорят, да нам дали разрешение, мы больше заработаем. Или часть отдадим на их нужды. Ну люди же в Одессе понимают, как можно было допустить, что исторический центр застроили. И сегодня коллапс. А сегодня я еще встречался с гаражным кооперативом. 12,5 тысяч мест только в Малиновском районе. 12,5 тысяч мест парковщик. Они хотят снести эти гаражи. И эти все машины, можете представить, 15 тысяч машин выйдет только в Малиновском районе. Полный коллапс будет. Они же не строят парковки. Им не интересно. Они как временщики, поработали и уехали отсюда. А нам в этом городе жить. Я не могу смотреть на все то, что происходит, особенно в последнее время. Я хочу сделать все для того, чтобы в городе был такой же порядок, как в Международном гуманитарном университете, территория и здания. Я хочу сделать все в масштабах города, как в Национальном университете и юридической академии. И это легко сделать. Нужно только желание. И нужно убрать коррупционную составляющую. Все должно быть открыто. Я вообще планирую, как мы только зайдем в город, я планирую принять положение о городском референдуме. Все острые вопросы, которые сегодня возникают в городе, нужно посоветоваться именно с горожанами. Сегодня проснулся мэр, проснулся городской совет, давайте переименуем улицу, в том числе улицу Небесной сотни, на улицу маршала Жукова. Послушайте, где вы шесть лет назад были? Когда приняли, надо было сразу идти. И в суд идти, и говорить, или подать свое предложение. Там прятались. Там прятались, не хотели, потому что уязвимы. Сегодня они вдруг проснулись и начинают говорить. Они идут по принципу. Создавайте легенды, и народ в них поверит. Одесситы – это люди, которые понимают и могут взвесить и проанализировать. Нельзя считать людей, что они ничего не понимают. Где вы были тогда, когда ставился вопрос о оригинальном языке? Когда суд, суд окружной административный говорит, знаете, мы отменили это решение, когда окружной административный суд отменил решение в отношении оригинального языка. Чего же вы не защищаете сегодня? Чего вы не добиваетесь? Вот здесь нужен референдум. И тогда, когда мэр будет опираться на референдум, когда мэр запустит процесс этот, этот демократичный процесс, и он вернет тогда доверие власти, вернет доверие к мэру, если мэр будет все время советоваться с народом. Ну вот улицу переименовать. Я бы сразу запустил этот процесс. На какую улицу они хотят? Есть, наверное, какие-то моменты, что нужно учитывать и украиномовное население нашего города. Но есть те явно, которые 90% одесситов разговаривают на русском языке, а вы не хотите поддержать элементарно. Исковое заявление, апелляцию, иск подать в суд для того, чтобы не отменили решение сессии. Потому что это направлен, последний иск, на то, чтобы жителям города отвечали только на украинском языке. Но если он пишет на русском и обращается на русском, ну мэрия и должна отвечать на русском. Ну в демократичном государстве так. Это и законно. Мы с вами как-то говорили уже, что есть европейская хартия языках, которая имеет большую юридическую силу, чем тот закон, который был принят несколько лет назад в отношении уничтожения русского языка. Но это одно направление, это связано все с референдумом. Нужно спрашивать у людей, тогда ты будешь иметь доверие. Вот есть участок земли, возьмите на аукцион, отправьте. Ну посмотрите, но это же нормально. И тогда у тебя будет доверие. Люди скажут, смотрите, участок земли продан на аукционе. Эти денежные средства. Пошли куда? На строительство школы, на строительство детского садика. Тогда у тебя будет доверие, и тогда люди к тебе будут относиться. Нельзя сегодня ломать административным путем. Через комиссию, через суды, через другие институты, для того, чтобы только ты остался на избирательном поле. Люди не будут голосовать за это. Чем больше они давят административным путем, я имею ввиду доверяя делам и мэр, тем больше возникает серьезных проблем. Люди не хотят воспринимать. Катастрофически падает рейтинг этой политической силы и лично мэра. Поэтому они ищут разные варианты, чтобы только сохраниться у власти. Для чего им власть нужна сегодня? Для того, чтобы зарабатывать опять денежные средства? Им власть нужна для того, чтобы отбиться после выборов от уголовных дел? Мы же понимаем, на каждого чиновника городской власти по несколько уголовных дел. Я не радуюсь этому. Мне плакать хочется. У нас за всю историю нашей Одессы не было такого количества уголовных дел в отношении городских чиновников и мэра города. Я все понимаю. Но то, что сегодня делается, это, конечно, вызывает недоумение у граждан. Вызывает недоверие к этой власти. Поэтому Украинская морская партия говорит, что мы зайдем всем составом. Мы поменяем полностью исполнительную власть и представительную власть. Я имею в виду депутатов. После того, как мы выиграем выборы. И я уверен, что одесситы поддержат. Для одесситов есть хороший шанс поменять власть и посмотреть, как Украинская морская партия сделает из города то, что мы сегодня говорим. А самое главное, мы показываем. Смотрите, вот это, это, это мы сделаем именно так. Сергей Васильевич, мы некоторое время назад говорили о том, что и Юрокадемия, и Международный гуманитарный университет – это как город в городе. И я знаю, что и в Юрокадемии, и в университете гуманитарном, и в школе новопостроенной особое отношение к детям социально незащищенных. В семье разные есть условия. И я знаю, что университет всячески поддерживает таких детей. Так вот, у меня вопрос уже в масштабах всего города. У Сергея Кивалова, который баллотируется в мэре Одессы. У Украинской морской партии, которая идет во все местные советы. Есть ли социальная программа для того, чтобы поддержать население, которая у нас на грани балансируется? На грани, Сергей Васильевич. У нас есть множество социальных программ, которые мы уже выполнили, выполняем и думаем на перспективу, как разрешить ту или иную социальную программу, как ее принять и выполнить. Вот наиболее такие известные программы, которые работают на протяжении многих лет и которые идут от Украинской морской партии. Бесплатная юридическая консультация. Не буду рассказывать, я просто скажу, что и сегодня 30-40 человек ежедневно мы принимаем людей, оказываем реальную помощь. Там работают ведущие преподаватели нашего университета, ведущие адвокаты нашего города, которые реально оказывают помощь. Бесплатные компьютерные курсы для пожилых людей. И сегодня они работали, и пять лет назад работали. А пробированы такие программы. Я просто хочу внедрить эти программы не только, чтобы они находились в центре города, то есть в Приморском районе, чтобы они были и в Суворовском районе, и в Киевском, и в Малиновском. И мы уже сделали несколько шагов, пооткрывали такие приемные, в приемных соответствующие помещения, для того, чтобы можно было сделать набор. Мы сделали многие еще другие программы, бесплатные танцы для пожилых людей. Но, вы знаете, они работают очень хорошо. Вот мы круглый год набираем людей, которые приходят вместо зарядки, они танцуют. Мы выделяем там зал, выделяем тренера. Для нас это очень важно, чтобы продлить людям и так сложную жизнь. Вы знаете, я к этому очень щепетильно отношусь. Мы устраиваем концерты, готовятся студенты, молодежь. Они исполняют песни, они учат песни военных лет. Они их исполняют. Мы тем самым передаем идеологическое такое зерно из поколения в поколение. Это тоже важно. Одесса же город-герой, и нельзя забывать это. Что в 1944 году освобождали Одессу. И как освобождали Одессу? Как защищали в 1941 году Одессу? Слава Богу, живы, здоровы участники, инвалиды Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты. Мы говорим о социальной программе, которой нужно принимать ее. Вот какая в первую очередь? Сегодня люди пенсионного возраста не могут выжить. И мы это видим. Если городская власть не видит, то пусть шире откроют глаза и зайдут во двор или в любую квартиру и посмотрят, что сегодня та пенсия, которая есть, пенсия, которая полторы, две, три, даже пять, невозможно прожить на нее. Нужно все сделать для того, чтобы оказать помощь этим людям. Мы просчитали, что из бюджета города, как мы только заходим, мы сразу принимаем одно из первых решений. Как раз будет касаться вопрос бюджета на 2021 год. Каждый пенсионер должен получать ежемесячно полторы тысячи гривен. Это реально. И мы тем самым окажем им помощь, и они смогут выжить. Потому что времена очень тяжелые. У нас разработана карта Одессита. И эти деньги будут поступать на карту Одессита. Это как один из элементов. Выгодно, потому что сегодня более 60% пенсионеров не платят коммунальные услуги. У них просто нет денег, чтобы заплатить коммунальные услуги. Если он заплатит коммунальные услуги, он не сможет приобрести элементарные продукты питания. Люди бедствуют сегодня. А выгодно то, что они вернутся эти деньги. Мы им заплатили. Эти же деньги они вернут за коммунальные услуги. Вот оно очень просто. И я хочу, чтобы Одесситы знали, что эта программа социальная выполнима. Что эта программа будет реализована Украинской морской партией. И второй этап нашей социальной программы, которую мы будем выполнять, это бесплатный проезд детей и пенсионеров наших. Надо им реально оказывать помощь. Бесплатный проезд, лекарства. Особенно сейчас, в период пандемии. Особенно сейчас, во время болезни. То, что сегодня уже у нас оранжевая зона. Им нужно оказать помощь. Элементарные продукты и элементарное, самое главное, это лекарства. Вот он в аптеку должен прийти, а аптека должна быть муниципальной. Не то, что они врали, говорили 5 лет назад. Делают надбавку 200%, а потом снимают 10. Реальное лекарство стоит 10 гривен. Вот оно должно продаваться за 5. И город это может сделать. Это связано с картой, картой одесситов. Это муниципальные аптеки. Элементарно. Не берите с них налог на землю. И они будут реализовывать продукцию и помогать тем самым нашим людям пожилого возраста. Да и не только людям пожилого возраста. И сегодня учителя. Что учителям нельзя сделать надбавку. И нужно сделать надбавку. Украинская морская партия внесла именно это. Потому что это реально выполнить. Ну вот допустим, я вам хочу сказать, что в Киеве муниципалитет доплачивает деньги всем учителям, которые работают в школах города Киева. Ну подождите, но Одесса имеет такой бюджет. Одесса город образования и науки. Наши учителя сегодня получают, только приходят 5-6 тысяч. Как он сможет в Одессе прожить именно на этом? Так давайте и учителям сделаем надбавку. Вы знаете, я хорошо разбираюсь в цифрах. 7 тысяч у нас сегодня учителей. Ну каждому учителю помочь на этом этапе, чтобы они встали на ноги. Учители, это же связано с будущим. Это связано с нашими детьми. Мы не можем оставаться в стороне, когда сегодня не знаем, как развернется то, что сегодня происходит в отношении коронавируса. Оранжевая зона. Сегодня нужно принимать какие-то меры, в том числе и социальные. Как людям объяснить, если они теряют кормильца? Как людям объяснить, если они теряют рабочие места? Должен фонд быть какой-то, чтобы поддержать. Но это все город должен делать. Не сидеть и ждать, может кто-то сделает, а непосредственно формировать фонд для того, чтобы оказывать людям эту помощь. Но почему, допустим, Международный гуманитарный университет, а конкретно Медицинский институт, создал университетскую клинику и закупил тесты. Тесты, 15 тысяч тестов и бесплатно мы проводим тестирование граждан Одессы, а город закупил на первом этапе только две. Мы купили самое дорогостоящее оборудование, мы купили аппараты искусственной вентиляции легких. Мы же их закупили для кого? Слава Богу, что сегодня это не коснулось так, допустим, самого университета. Жители-то страдают от этого, все больницы сегодня забиты. Мы аудитории переделали, перестроили и сделали палаты интенсивной терапии. Мы создали центр по борьбе с коронавирусом, но нас же никто не просил это делать. Мы не взяли деньги с бюджета страны или с бюджета города. Мы заработали и знаем, видим то, что нужно сделать в целом для жителей нашего города. И вот мы показываем, делайте хотя бы как мы. Я еще раз повторяю, но у них же возможностей в десятки, в сотни раз больше, чем у нас. Огромный бюджет, можно было его направить именно на борьбу с коронавирусом. А не создавать концерты, не собирать по 50 тысяч жителей нашего города и гостей. А после этого мы увидели, что новая вспышка коронавируса. И вы знаете, вот нужно и об этом думать, и нужно думать, а как. Вот мы предложили центр по борьбе с коронавирусом. Приехал к нам губернатор Максим Куций. Он спрашивает, что еще? Вот вы сделали, молодцы. Он, конечно, оценил то, что мы сделали. Мы говорим, мы готовы сегодня на нашем стадионе, если это необходимо будет, развернуть полевой госпиталь. На тысячу человек готовы отдать свои все территории. Самое главное, это ведь жизнь человека, здоровье и жизнь каждого человека. А если с оранжевого, мы перейдем в красную зону. Украинская морская партия делает все для того, чтобы тот опыт, который у нас уже есть, использовали в целом в нашем городе. И мы сами будем реализовывать ту программу, которая есть. На сегодняшний день она разработана и опробирована. И мы конкретно говорим. Вчера ко мне пришли спортсмены, которые уезжают на чемпионат Европы по разным видам спорта. По боксу, по вольной борьбе. И говорим, мы не можем, не знаем, где пройти тестирование. Обязательное тестирование. Обязательно. Их не примут там. Мы им выдаем то, что мы предложили, украинская морская партия, еще полгода назад, иммунный паспорт Одессита. Он берет этот паспорт, проходит тестирование, ему записывают, он едет за рубеж и показывает на соревнованиях, что его можно допустить. За 48 часов. И мы же это делаем, но почему город не делает? Но им не интересно. Вы понимаете, все, что связано вот там, где нет хорошего заработка, им просто не интересно заниматься этими социальными проектами. А у нас это во главе угла. А у нас это есть. И мы хотим, чтобы реально Одесситы оценили то, что мы сделали и то, что мы намерены сделать именно тогда, когда мы зайдем в городскую власть. Сергей Васильевич, все-таки украинская морская партия. И я не могу не спросить вас даже не о возрождении нашего морехозяйственного комплекса. Понятно, это задача важная. Моряков наших защищать надо. Мы помним, как два года назад был освобожден, буквально спасен от смертной казни наш земляк Андрей Новичков. Но сколько еще десятка, сотен наших земляков, Одесса, город морской, связанный с морем, находится в плену, находится в непростой ситуации. Ни государство, ни город моряков защитить не может, сможет ли украинская морская партия. Вы знаете, вот все, кто работает в этой отрасли, в море, связан с морем, с морехозяйственным комплексом, это те люди, которые зарабатывают огромные денежные средства. И это реальная инвестиция в экономику нашей страны. Даже сегодня, не имея судов под нашим флагом, они ходят под чужим флагом и тем самым все равно зарабатывают денежные средства. Заработали они, они присылают сюда и на эти средства семьи моряков наших, они сегодня живут. И они сегодня имеют возможность оплатить за коммунальные услуги, они сегодня имеют возможность купить элементарные продукты, питание, лекарства и так далее. И вы знаете, по самым скромным подсчетам, это почти 5 миллиардов долларов. Вот все, что зарабатывает эта отрасль. И мы планируем, что постепенно нужно поворачивать экономику в развитие именно этого направления. Связано с погрузкой и переработкой грузов, которые сегодня поступают. У нас в Одессе 7 глубоководных портов и там работает огромная армия тех, кто обслуживает, связанная с морским хозяйством. У нас в Украинской морской партии есть программа по развитию отрасли. Почему? Потому что никто из депутатов за последнее время не представлял эту отрасль. Вот мы рассматривали вопрос, мы пригласили с Одесского порта молодых людей, они идут вместе с нами и участвуют в выборах в городской и областной совет. Ну, известный президент порта Николай Пантельмонович Павлюк, он более 40 лет уже отработал в порту и имеет колоссальные знания. И сегодня, слава Богу, что он находится и работает вместе и осуществляет консультации всем тем, кто нуждается в этом. А нуждающихся очень много. И люди, которые там работают, они к нему очень с большим уважением относятся. Вы знаете, Николай Павлюк – это легенда наша, и он у нас идет в депутаты областного совета. Он тот человек, который реально сможет оказать помощь в развитии морехозяйственного комплекса. Одесский порт выдвинул своих кандидатов, и два человека, они идут и будут представлять отрасль. После того, как мы зайдем в городской и областной совет, мы создадим департаменты, мы создадим постоянные депутатские комиссии для развития этого направления. Нужно эту отрасль всячески поддерживать. У нас для этого есть все возможности. И порт есть, и один, и другой, и десятый. У нас есть судоремонтные заводы. У нас есть различные экспедиторские фирмы, связанные с перевозкой грузов. У нас есть сотни разных предприятий, которые имеют отношение, непосредственно отношение к морехозяйственному комплексу. Нужно этот весь потенциал использовать, и мы сможем реализовать тот пункт программы Украинской морской партии, где записано, что государство должно развивать в первую очередь море-морехозяйственный комплекс. Мы будем политически поддерживать и лоббировать интересы всего этого комплекса, морехозяйственного комплекса. Это, наверное, самая выгодная инвестиция в развитие и города, и в целом нашей страны. И уж, конечно, наши моряки, которые, вот вы сказали правильно, которые выходят под чужим флагом, должны быть защищены. А вот то, что касается защиты, правовой защиты, то мы уже работаем над этим. Мы работаем уже не один год. И все известно, сотни моряков, они были освобождены при поддержке Украинской морской партии, при поддержке юридической клиники, о которой мы с вами говорим. Вот сотни моряков от одного судна, со второго мы связываемся непосредственно с судовладельцами. Мы через международные инстанции связываемся с ними. Мы непосредственно работаем и за каждым человеком мы видим, что это большая судьба, потому что за каждым, кто сегодня попал в беду, стоит семья, стоит город. И вот мы, и по новичкову вы наверняка помните, когда конкретно в юридической клинике специальное подразделение, департамент существует по правовой защите моряков. И не случайно мы сегодня на протяжении многих лет оказываем реальную помощь морякам, которые попали в беду. И связано и с новичковым, мы его вытащили с иранской тюрьмы. Я подчеркиваю, просто выхватили его оттуда, потому что он был приговорен к смертной казни. Если бы мы не вмешались, ну, господи, прости, все помогали, но основную работу выполнили все-таки мы. Елена Вероновская, она не выходила с юридической клиники, я с ней десятки раз встречался, но мы показали, что правовая школа, наша одесская правовая школа, юридическая клиника, которая непосредственно занимается правовой защитой моряков, она работает. Вы знаете, самое важное, чтобы мы реально оказывали помощь нашим морякам, которые оказались в беде. И не только морякам, мы оказываем помощь всем, кто нуждается в этой, в правовой помощи. Это мы делали и всегда будем делать на протяжении многих лет, потому что это наша обязанность защищать тех людей, которые попали в беду. Сергей Васильевич, вот я слушаю вас, слушаю идеи, задачи партии, планы, вижу энергию и желание это все решать. И как-то не очень это вяжется с теми слухами, с той информацией, которую вот я читаю, пишут, что Кивалов не дойдет до конца гонки, сойдет с дистанции. Не могу не попросить прокомментировать эту информацию у вас, Сергей Васильевич. Мои оппоненты готовят разные провокации. Им не удалось снять меня с выборов, хотя ручная комиссия, они пытались это сделать. Но и все-таки я посмотрел и реально оценил все шансы, которые есть. У меня были сотни встреч с одесситами, и я слышал рекомендации именно жителей нашего города, и они рекомендовали мне идти в мэры города Одессы. Вы знаете, наши оппоненты знают именно это. Они следят за каждой моей встречей. В отличие от других, я встречаюсь с одесситами. У меня запланировано моим штабом десятки разных встреч. Ну и все в один голос выговорят, сделали вот то-то, то-то. Вы боитесь идти в мэры? Я говорю, нет. Я иду в мэры для того, чтобы победить. Я иду в мэры для того, чтобы навести самый элементарный порядок в нашем городе. Но посмотрите, что они за последнее время сделали. Во что они превратили наш город, историческую часть нашего города. Спортивные сооружения, которые у нас есть. Они переделывают все спортивные сооружения, которые были созданы не доверяй делам и не мэрам, а были созданы, я имею в виду, теннисный корт. Они созданы были другими людьми, которые работали здесь. Они сегодня убирают спортивные все площадки и планируют построить высотки. И проекты уже есть. И они цинично, ничего не боясь, им наплевать на мнение одесситов, они будут высотки строить. Недавно я проезжал по Аллее Славы. Ну самое священное место для каждого одессита. Свернули все и будет там многоэтажка. Посмотрите, 20 лет этот корт состоял. Тысячи одесситов там занимаются. Их не интересует. Все, что есть чистая площадка, они обязательно хотят построить там жилой комплекс для того, чтобы заработать денежные средства. Огромные денежные средства. И видят, что мы, наша команда, украинская морская партия, я категорически возражаю против именно этого. Они пытаются запустить слухи, что Кивалов не идет в мэры города. Кивалов они будут монтировать, какие-то ролики будут делать. Они в последние дни будут придумывать все, что угодно. Я со всей ответственностью могу заявить. Я иду в мэры города Одессы для того, чтобы вернуть былую славу нашему городу. Я иду в мэры Одессы для того, чтобы сражаться за этот город. Я надеюсь, что одесситы меня поддержат. И нет той силы, которая может сегодня меня остановить. Я при поддержке жителей нашего города стану мэром города и обязательно выполню все то, что я обещал и обещала украинская морская партия. Потому что мы, если обещаем, обязательно все выполняем. Сергей Васильевич, спасибо вам за продуктивную, полезную, информативную беседу. Успехов вам, вашей команде. Спасибо.